Привет бойцы, с вами проект Муэйтай Си Кей. Сегодня у нас очень интересная подборка придурков, которые переоценили свои силы и захотели хайпануть. Итак, начнем с качка, который решил, что он стал настолько сильный, чтобы побороть профессиональных джитсеров. Он пришел к ним в зал, снял футболку в надежде, что все испугаются его накачанных сисек и бросился в борьбу. Многие в комментах под этим видео писали, что качок молодец, не побоялся борцов, но весь прикол в том, что он проиграл все схватки, даже с девушкой, которая была на 20 кг легче. Поэтому его смелость скорее можно назвать идиотизмом. Следующее видео про отчаянного блогера, который в оскорбительной манере переписывался с профи-боксером Юпитером и Баньесом, а потом пришел к нему в зал, чтобы показать, что все его победы и чемпионства на турнирах ничего не стоят. Что получилось из этого желания хайпануть, смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После первых жестких попаданий Юпитер понял, кто против него стоит и стал просто играться, применяя защиту в стиле Мэйвезера. А наш бешеный боксер так и не смог по нему попасть. Но нужно отдать должное и Баньесу. Он не стал убивать дрыщавого блогера, а просто вставил ему мозги на место хорошими ударами. А в этом видео вы увидите, как инструктор Вин Чун вызвал на бой профи-боксера, чтобы доказать всем, что его искусство работает в реальной драке. Что из этого получилось? Смотрим! Как видите на видео, боксерчик просто игрался с мастером Вин Чун, встречая его прямыми за счет длинных рук. Но даже когда Вин Чуисту удавалось с наскока достать боксера, эти удары не имели силы, поэтому не наносили урона. Зато на короткой дистанции боксер пробивал уже более жесткие боковые, что в свою очередь и привело к финалу боя. А сейчас я вас познакомлю с мега-ютубером-боксером, которого зовут Кси Ай. У него три боя на профи-ринге, которые он, конечно, выиграл, потому что сам их к себе организовал. Но на самом деле это ужасный боксер. Он не умеет не то что бить, а даже просто двигаться в стойке. Сейчас вы видите, как он боксирует с другом. Но он, будучи уверен в своей мега-силе, решил попробовать свои силы с реальным боксером. Но, конечно, сразу сказал, чтобы его сильно не били. Что это вышел за бой? Смотрите! Как видите, он даже не держит стойку. Боится каждого движения боксера и начинает отворачиваться с перепугу, поворачиваясь спиной к противнику. А его серия из десяти махов, это тяжело назвать ударами, после которой он влетел башкой в сетку, войдет в легенды корявости. А у нас дальше очередной ютубер Адам Джи, который решил вызвать на бой тяжеловеса Адамса, чей рекорд 10 побед и 0 поражений. Учитывая, что вес самого ютубера 70 килограмм в зимних ботинках, это была плохая идея. Конечно, это был бой не в полный контакт, но Адамс пробивал неплохие удары по корпусу. А когда ютубер ударил его по голове, чего раньше не делал, то и тяжик в ответ дал разок в голову, хотя до этого бил только по корпусу, что быстро успокоило компьютерного бойца. А апперкот в корпус похоронил желание продолжать этот показательный спарринг. Далее у нас очень интересный бой, в котором мастер Тай Чи, который своей невероятной силой может перебить арбуз с одного удара, решил вызвать на бой бойца ММА и показать удар черного дракона в действии. Да, все закончилось с первой атаки. Мне интересно, что он хотел сделать с этой стойки. Держа так высоко руки, он и не защищает себя, и не может схватить руки противника. Когда боец ММА атакует, мастер Тай Чи просто отмахивается, абсолютно не понимая, что делать. А я так хотел увидеть энергетический выстрел огненным драконом. Дальше у нас качок в красной майке, который решил показать, что масса и сила решают все. Он пришел в зал боксера и вызвал на бой боксерчика на 20 кг меньше, чем он. Нужно отдать должное качку. Он выбрасывал довольно неплохие силовые удары. Видно, что когда-то сам занимался боксом, а потом ударился в железо и лупил мешок в тренажерке, как это делают многие качки. Правда, им никто не говорит, что лупить со всей дури коряво мешки не значит быть хорошим бойцом. Вся беда нашего маслмена в защите. Он держит руки довольно низко, а через минуту боя, когда его плечи начали затекать, он вообще перестал возвращать руки. Чем и воспользовался боксерчик, выбросив двойку. А дальше у нас очередной качок, вызвавший на бой боксера, который еще и одел тайские шорты, чтобы всем показать, что он не просто качок, а боец муай-тай. Нужно отдать должное качку. Видно, что у него за плечами пару месяцев тренировок. Он знает, что такое глухая защита и держит руки высоко. Но его беда в том, что синдром широкой спины не дает ему защитить корпус. Чем успешно и пользуется боксер? Набрасывая удары в голову и заканчивая комбинацией по печени. Пару ударов разведки и третий хлесткий удар по печени все закончил. Ну и на закуску посмотрим бой, который многие из вас видели и просили меня включить в список моих предыдущих обзоров на эту тему, которые вы можете посмотреть в подсказках видео. Это бой Кокляева и Александра Эмельяненко. На первый взгляд, у нас очередное противостояние качка и стронгмена в роли Кокляева и профи бойца в роли Эмельяненко. Но в отличие от других боев, здесь бой затеяли не из-за оскорблений, а просто ради денег. Я думаю, ни у кого не было сомнений, чем эта вся заваруха закончится и бой смотрели больше как фрик-шоу, а не ради спортивного азарта. Хотя нужно отдать должное Кокляеву. По ходу раунда он пару раз неплохо попал Саше в голову, конечно, это не были хлесткие взрывные удары, но когда человек с массой за 120 кг наносит удар, он однозначно будет сильным. Конечно, Эмельяненко и сам не блистал в ринге, он не форсировал события и не пытался сразу все закончить. Хоть бой и продлился всего один раунд, но это скорее из-за того, что у Кокляева хватило горючки на пару минут боя и он банально сдох, чем от того, что у Сани было желание его нокаутировать и быстро все закончить. Но в итоге все заработали денег и остались довольны. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, тренируйся и занимайся единоборствами, а не просто смотри видео, чтобы не попасть в такую ситуацию. Тебе в этом отлично помогут мои видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках и до встречи в новых видеоуроках и обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok